Окей, значит, если на русском, то извлечение интерпретируемых таксономий для управления цифровыми активами на основе автоматического учения дерева решения без учителя. Мотивация заключается в том, что таксономии предоставляют очень полезные инструменты для управления цифровыми активами. Вы можете видеть справа пример таксономии для цифровых активов. Они позволяют искать и как-то каталогизировать эти самые активы. Однако вручную такие таксономии создавать чрезвычайно трудоемко, и при этом они могут быть смещенными, не объективными. Поэтому есть необходимость разработки так называемых data-driven таксономий, то есть на основе данных. Однако проблема существует в том, что существующие методы для излечения таксономии в основном разрабатываются для излечения их из корпусов документов, которые обладают большим количеством различных связей в тексте, которые можно извлекать. Тогда как для цифровых активов, например, изображений такого количества текстов, из которых можно было бы извлечь связи, нет. Однако такие попытки решения применения для методанных активов существуют, но при этом зачастую используются различные дополнительные данные, например, пользовательское проведение. Также на сегодняшний день в основном рассматриваются методы излечения таксономии, в которых используются размеченные данные, тогда как размеченные данные требуют, их разметка требует каких-то дополнительных трудозатрат и денежных возможных инвестиций. Поэтому цель моего исследования была разработать метод излечения таксономии для цифровых активов, на основе методанных цифровых активов, и при этом к этому методу предъявляются следующие требования. Во-первых, должны использоваться только методанные, то есть не используются, например, логии пользовательского поведения или какие-то корпусы текстов внешние. Она должна быть интерпретируемой, то есть конечный пользователь должен понимать, что означает конкретный узел таксономии, таксон. Метод должен быть автоматический, то есть обучение моделей, которые извлекают таксономию, должно происходить автоматически, настройка гиперапараметров и другие вещи должны происходить программно, без участия разработчика, инженера по умышленному обучению. И последнее требование, метод должен быть использовать обучение без учителя, поскольку, как я сказал, разметка данных требует предварительной затраты. Был произведен анализ работ по извлечению таксономии, источники анализировались на требования предъявленные, как вы видите, пока не существовало решение, которое будет удовлетворяло всем требованиям, требованиям, которые ожидаются от искомого метода. Наиболее близко к желаемому решению, предложенное Жангом и компанией в 2018 году, однако оно использует дополнительные данные. Предложенный метод извлечения таксономии состоит из четырех основных шагов. Это предварительная обработка данных, автоматическое обучение решающего дерева решения без учителя, формирование рекомендаций по классификации цифровых активов и, наконец, конвертация полученных артефактов в граф знаний. Рассмотрим эти шаги подробнее. Первый шаг – предварительная обработка состоит из трех подэтапов. Первый – это отбор признаков. Для этого используется отсечение по нижнему порогу информационной энтеропии. Это нужно для того, чтобы, например, отсечь признаки, которые обладают большим количеством отсутствующих значений. Они, соответственно, просто увеличивали бы глубину дерева, при этом не добавляя какой-то полезной смысловой нагрузки. Второй подэтап – это викторизация нечисловых признаков. Она нужна, поскольку применяется алгоритм дерева решений карт. Он, соответственно, использует только числовые признаки. Для категориальных признаков используется one-hot encoding. Для текстовых признаков используется бинарный мешок слов. Это нужно для лучшей интерпретируемости полученной таксономии. Нормализация применяется к числовым признакам. Это нужно для следующего корректного применения метрикластеризации. Но об этом я позже расскажу. Следующий крупный шаг – это автоматическое обучение дерева решений без учителя. Используется такая, можно сказать, методика самообучения – self-supervised learning. Мы сначала генерируем уникальные лейблы для каждого объекта. Запускаем алгоритм обучения дерева решений, как обычно. Как я говорил, используется алгоритм Carrot Classification and Regression Tree с использованием векторизованных нормализованных признаков и сгенерированных лейблов. И идея заключается в регуляризации этого дерева. Регуляризация происходит за счет гиперпараметра «Минимальный порог уменьшения неопределенности». Поиск этого порога осуществляется по решетке. Гридсерч используется в стратегии. И оценка для каждого гиперпараметра, для каждого значения гиперпараметра выполняется на основе метрики кластеризации силуэс-скор. Мы используем метрику кластеризации. С одной стороны, достаточное условие, что в результате ветвления для каждого узла дерева у нас получается некоторое разбиение активов по множествам. Соответственно, мы можем применять эту метрику кластеризации. С другой стороны, у нас нет каких-то осмысленных размещенных данных. Соответственно, применять какие-то метрики точности, которые применяются при обучении с учителем, мы не можем. Однако при таком применении дерева решений у нас качество кластеризации возрастает плюс-минус монотонно. Соответственно, мы не можем просто взять максимум от метрики кластеризации, поскольку это нам даст просто наибольший порог, наибольшее значение гиперпараметра, которое мы использовали. Поэтому применяется для нахождения оптимума вариация метода локтя, а именно вычисляется прирост, качество кластеризации и берется максимум прироста. Получив таким образом обученное дерево решений, мы можем естественным образом его применить для классификации цифровых активов. Однако было еще принято решение дополнить эту классификацию коэффициентом уверенности классификации того или иного актива. Опять же, какие-то метрики, основанные на точности, мы для этого применять не можем, поэтому мы применяем метрики из области кластеризации. А именно мы находим кластер, который соответствует таксону, находим его центроид и измеряем расстояние от конкретного актива до этого центроида. И для лучшей интерпретируемости его нормализуем и инвертируем. Таким образом, если этот коэффициент равен единице, то это практически центроид кластера, то есть он максимально совпадает с семантикой таксона. Если коэффициент равен нулю, то это точка, которая находится, это наиболее отдаленная от центроида точка в этом кластере. То есть это первый кандидат на выбывание из этого кластера. Таким образом, имея этот коэффициент уверенности классификации, мы получаем полноценную рекомендательную систему для управления цифровыми активами. И последний основной шаг – это конвертация результатов в граф знаний. Иерархия на основе самого решающего дерева формируется иерархия уровень классов. То есть отношение связи между дочерним узлом и узлом родителем сопоставляется с отношением включения саб-классов между классами. Для узлов решающего дерева, в котором в правиле проверки используются значения вещественного типа, создаются лейблы, которые имеют формат фичер больше или меньше равно некоторого х, которые являются границей в правиле проверки. Для бинарных фич, которые были в свою очередь получены из текстовых или категориальных признаков, используется просто название фич и название этого токена, который был получен в результате векторизации. Либо если он не присутствует в метаданных объекта, то используется лейбл no-fiche, то есть этот токен не представлен среди метаданных. Классифицированные активы конвертируются в экземпляры соответствующих классов, к которым они были отнесены в результате классификации. И коэффициент уверенности классификации указывается как data property. Был, была реализована экспериментальная проверка разработанного метода. От индустриальных партнеров были получены 4 набора данных. Каждый имеет 4000 записей и 9 признаков, которые представлены в таблице справа. Эти 4 набора данных имеют разные тематики. Спортивные события, спортивный клуб, новости экономики и бизнеса и набор изображений с пейзажами. Прототип был разработан на языке Python. Использовались открытые библиотеки, такие как SciPy, Pandas, SkyLearn, Already2 для работы с антологиями. На вход поступают данные в формате CSV. В прототипе имеются 3 модуля. Модуль предобработки, модуль обучения решений и модуль преобразования в граф знаний. И на выходе мы получаем граф знаний, который сохраняется в виде RDF файла. Результаты экспериментальной проверки на этапе предобработки. Для демонстрации сегодняшней использовался набор данных с пейзажами. Экспериментально была принята нижняя граница энтеропии для отбора признаков 25%. То есть, да, это получается у нас нормализованная энтеропия в этих процентах. Экспериментально порог был выбран, потому что те признаки, которые в результате отсеялись, это были признаки, у которых много пропущенных значений, незаполненных. А именно были отброшены признаки страна, имя автора и источник изображения. Использовались только униграммы для токенизации в связи с вычислительными ограничениями. И в результате векторизации был получен набор данных, которым чуть больше 4000 признаков. Затем выполнялось обучение дерева решений. Для поиска оптимума минимального уменьшения неопределенности использовался шаг в 0,01. Сам этот параметр имеет значение от 0 до 1. В результате был найден оптимум в 0,24. Можно видеть график. Тут есть три примерно одинаковых максимума у прироста качества кластеризации, но, видимо, второй максимум все-таки немного больше. И мы видим полученное для этого набора данных дерево решений. Оно состоит из трех слоев и раз, два, три, четыре, пять, шесть ветвей. Затем была выполнена согласно методу классификации цифровых активов. Слева в таблице можно видеть примеры результатов классификации. То есть указывается идентификатор таксона, идентификатор самого актива и коэффициент уверенности классификации. И справа диаграмма распределения активов по таксонам. Как мы видим, в седьмой и вторую таксон попало больше активов, а в остальные примерно одинаково. И последний шаг – это конвертация результатов в граф знаний. Слева мы видим иерархию классов, полученные в результате. Для числового признаков от date осознавались таксоны, у которых в лейбле, соответственно, указана какая-то дата, больше или меньше конкретной константы. Для бинарных признаков, то есть полученных в результате конвертализации текстов, указывается наличие или присутствие некоторого токена. При этом, как мы видим, используются данные различных типов, и числовые, и категориальные, и текстовые. То есть дерево не имеет какого-то размещения в пользу тех или других. Ну и при этом за счет лейблов мы понимаем, какая семантика у того или иного таксона. Ну и справа есть примеры декларации класса. У классов указывается его родитель и лейбл. И декларация экземпляра. У экземпляра указываются родители и коэффициент уверенности и классификации. Были выполнены замеры потребляемых ресурсов, времени и оперативной памяти. Для этого набора данных по времени выполнения работа прототипа заняла чуть меньше двух минут, что, в принципе, вполне приемлемое время. И использовалась половина гигабайта оперативной памяти. Таким образом, был произведен анализ существующих решений по излечению таксономии. Был разработан метод излечения таксономии для цифровых активов, которые используют только метаданные, которые извлекают интерпретируемые таксономии. Основан на автоматическом обучении дерева решений без учителя. И также был разработан новый алгоритм рекомендации по классификации цифровых активов. Был реализован прототип предложенного метода, и он был протестирован на набор данных. И применение на одном из них было продемонстрировано в моем докладе. Спасибо. Есть ли вопросы? Так, у нас остается 10 минут на вопросы. Поэтому вот, пожалуйста, можем... Можете, пожалуйста, вот привести пример? Может быть, вот эта разработка имеет шансы на коммерциализацию? Вот где бы это можно было бы коммерциализовать, применить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, безусловно, эта разработка имеет шанс на коммерциализацию, и, в принципе, изначально она разрабатывалась в сотрудничестве с индустриальным партнером. И организация партнера занимается разработкой платформы управления цифровыми активами, собственно, DAM-системой. И для клиентов, собственно, от них изначально поступил запрос, что было бы неплохо иметь какую-то систему, которая позволяет эти наши активы каталогизировать в теоретическом образе, естественно, этим изначально было замотивировано это исследование. Помимо систем управления цифровыми активами, на мой взгляд, это довольно естественным образом может быть коммерчески успешно применено в различных системах веб-поиска, когда, например, у нас есть онлайн-магазин, у нас есть большое количество товаров, данных, а при этом нам нужно их как-то тоже каталогизировать, чтобы пользователь мог их находить. И, собственно, тоже можно применить на основе метаданных товаров, строить таксономии и внедрять результаты, полученные в веб-интерфейс для того, чтобы пользователи могли находить искомые объекты. Вот. Спасибо. Еще вопросы? Маленький технический вопрос у нас на экране. Была табличка с параметрами. Там был столбик энтропии, а второй параметр, не видно было как раз ваше изображение на нем. Вот скажите, фича энтропии, а следующее, что там? Это для удобства энтропии в процентах, то есть, можно сказать, нормализованная энтропия, чтобы можно было понять, почему эти признаки были отброшены. 25 процентов, соответственно. Да, я поняла. И вот в связи с этим у вас же разнородные объекты или вы просто текстовые слова? Как вы энтропию считали? Значение признаков, типы признаков разнородные, есть числовые. Ну да, получается у нас все числовые, но какие-то получены результаты нормализации, какие-то результаты бинарной векторизации. Энтропия считалась стандартным путем, то есть, если в каком-то, да, наверное, вопрос больше к числовым признакам, если признаки, соответствующие какое-то числовое значение, встречается несколько раз, то вот получается у него вероятность умножается на это количество раз. Ответил на вопрос? Тогда еще вопросы. На самом деле еще есть несколько минут, и тогда вопрос от меня. Насколько я понял, соответственно, вот все замеры времени смотрелись для коллекции, в которой было 4 тысячи где-то записей, да, и получилось 2 минуты. Смотрели на масштабируемость, то есть, если, скажем, дать 40 тысяч записей, как? Ну, эмпирически такого исследования не проводилось, потому что у нас просто нет 40 тысяч записей, да, наверное, можно было бы какой-то бутстрейпинг произвести, и, возможно, да, хорошая идея, наверное, мы это произведем. Ну, а поскольку в остальных наборах данных у нас тоже столько же 4 тысячи записей, то там примерно такое же время и получалось. То есть, я правильно понимаю, что в предметной области в принципе наборы маленькие, вот там, ну, тысячи записей, даже десятков не бывает, или это просто у вас нету? Ну, это у нас, да, такой был предоставлен набор данных от партнеров в предметной области, есть по-разному. Да, дам система, изначальный, как бы, целевой продукт, в нем большое количество клиентов присутствует, и у клиентов может быть там различное количество активов, количество изображений. Да, при этом еще, спасибо, что спросили, есть еще одна мотивация для того, чтобы метод был автоматизированным, поскольку клиентов совершенно разный, какой-то контент в их изображениях, активах, соответственно, под каждого клиента разрабатывать в ручную, отдельную модель, это тоже чрезвычайно затратно, поэтому есть необходимость этот процесс изучения таксономии по максимуму автоматизировать, чтобы можно было его для разных клиентов применять, у которых разного контента изображения. Спасибо. И последнее такое вопрос, замечание. Вот в этой таблице видно, что наибольший вклад внесла фаза, на которой строилось дерево решений. И, соответственно, у вас был только один алгоритм. Почему вы его выбрали? Может быть, есть какие-то более быстрые алгоритмы, и тогда можно, скажем, в идеальном случае ускорить в два раза весь пайплайн? Да, спасибо за вопрос. На этапе разработки рассматривалось еще два алгоритма. Это иерархическая кластеризация и поиск ассоциативных правил. Иерархическая кластеризация нам не подошла, потому что она извлекает несбалансированную таксономию, можно так сказать, из-за специфики иерархической кластеризации. А ассоциативные правила, они как раз имеют большую вычислительную сложность и хуже масштабируются. То есть не 70 секунд это занимало, а там условно 15 минут обучения. При этом вот в этом алгоритме наибольшую сложность создает именно поиск оптимума, поскольку происходит поиск по решетке. И здесь для ускорения этого поиска можно применять различные юристики. Например, можно останавливать поиск после нахождения первого глобального оптимума. Можно, например, какой-то случайный поиск применять, а не поиск по решетке, ну и так далее. В общем, есть пространство для оптимизации времени. Спасибо. И последний вопрос. А был ли какой-нибудь фидбэк от тем, кому эта построенная антология нужна? То есть они ее смотрели, что сказали, понравилось ли качество? Да. Такой фидбэк был. Ну, скажем, впечатление было двоякое. С одной стороны, понравилось, что это работает, что получается таксономия, по которой можно понять, о чем речь. Но, с другой стороны, не всегда... Ну, возможно, хочется получать какую-то более полную таксономию, но это было достигнуто взаимопонимание, что полнота таксономии зависит от полноты метод данных, от заполнения метод данных в цифровых активах. Соответственно, что на вход поступило, мы больше, чем есть в данных, сделать не можем. Хотя вот для дальнейшего развития была предложена идея все-таки использовать какие-то внешние ресурсы, например, существующие таксономии для описания цифровых, существующие антологии, да, графы знаний для описания цифровых активов и брать их как бы как за ядро и впоследствии дополнять уже теми токенами, таксонами, которые автоматически извлекаются из данных. Ясно. Спасибо. Очень интересный доклад. И наше время, кажется, что вышло. Окей, спасибо за внимание. Так, наш следующий доклад. Russian Web Tables, a Public Corpus of Web Tables for Russian Language Based on Wikipedia. Авторы Платон Федоров, Алексей Миронов и Георгий Чернышев. Докладчик Алексей Миронов. Добрый день. Меня зовут Миронов Алексей. Тема моего доклада является Russian Web Tables, a Public Corpus of Web Tables for Russian Language Based on Wikipedia. Следия. Хотелось бы начать с того, что табличные данные играют важную роль для сообщества управления информацией, поскольку табличные данные являются важными как для каких-то научных работ, так и для практических работ. Стоит отметить, что первые исследования, ну, исследования, связанные с табличными данными, появились более 20 лет назад, а четыре основных, можно сказать, статьи, работы, которые относятся к табличным данным, имеют более тысячи упоминаний в Google Scholar. Мы в компании хотели исследовать табличные данные, однако мы столкнулись с проблемой, что мы не нашли корпуса русскоязычных таблиц. Поэтому мы решили создать свой корпус, первый корпус открытых русскоязычных таблиц, а также тулкит, который бы позволял собирать этот корпус таблиц. И также нам стало интересно, мы провели небольшое исследование и собрали статистику, что же на самом деле лежит в таблицах русскоязычной Википедии. Какие задачи можно решать при помощи таблиц, веб-таблиц? При помощи веб-таблиц можно решать такие задачи, как идентификация типа таблиц, то есть понимать, является ли это таблица с данными, или это какая-то навигационная таблица, как, например, используют часто таблицы для выравнивания каких-то элементов слева или справа. Также можно решать задачи по интерпретации таблиц, то есть это определение типа колонок, связывание сущностей и извлечение связей. Также при помощи веб-таблиц можно решать задачи поиска таблиц, как на основе ключей, так и на основе какого-то шаблона. При помощи веб-таблиц также можно создавать и расширять базу знаний. И помимо этого можно расширять таблицы путем добавления колонок, строк или заниматься пропуском пропущенных значений. Мы провели исследование и уже существующих корпусов таблиц, веб-таблиц, и нашли следующие корпуса. Помимо этого мы также нашли Common Crawl Data. Это такой большой репозиторий с таблицами, с веб-страницами, который обновляется ежемесячно. И, однако, это очень такой гигантский прямо репозиторий. Из этого репозитория были созданы такие корпуса, как Dresden Web Table Corpus и VDC Web Table Corpus. Однако корпуса являются очень большими и требуют колоссальных ресурсов для работы с ними, поэтому работать с этими корпусами на обычном компьютере не представляется возможным. Помимо этого также имеется корпус Web Tables. Это закрытый корпус, и он никогда не был опубликован, и поэтому с ним невозможно работать. Помимо этого есть еще Wiki Tables. Это достаточно легковесный корпус, а также краулер, который это собирает. Однако код реализован на Java, не поддерживается уже более 7 лет, а сами таблицы, которые собраны в корпусе, преимущественно являются англоязычными. Там очень маленький процент русскоязычных таблиц. Поэтому нам не удалось найти какого-то корпуса уже готового или инструмента, который бы позволил это собрать. Поэтому мы решили создать свой инструмент, который бы позволял собирать таблицы из русскоязычной Википедии. При построении нашего Toolkit, Russian Web Tables Toolkit, мы основывались на следующих принципах. Первый – это легковесность, то есть чтобы Toolkit можно было использовать даже на обыкновенном компьютере, а не прибегать к каким-то большим мощностям. Это бы позволило использовать Toolkit даже при низкобюджетных проектах. Второе – это полный цикл работы, то есть Toolkit не должен зависеть от каких-то уже скачанных ранее дампов или других данных. И это кастомизация, то есть формирование датасетов пользователя по необходимым параметрам. Рассмотрим архитектуру Russian Web Tables Toolkita. Центральным элементом архитектуры является сервер, который реализован на Python и с использованием библиотеки Flask. Еще одним элементом является современный UI, который реализован на React. Помимо этого, в архитектуре также есть элементы – это Title Crawler, Page Crawler и Dataset Generator. Title Crawler отвечает непосредственно за выкачивание заголовков страниц из Википедии, из Media, Wiki, API. Page Crawler отвечает за выкачивание парсинг таблиц из HTML-кода на Википедии. Для этого используются такие библиотеки, как BeautifulSwap и Pandas. И Dataset Generator, который отвечает непосредственно за формирование датасета на основе заданных пользователям параметров, как, например, минимальное и максимальное количество строк или колонок в таблицах. Рассмотрим поток выполнения Russian Web Tables Toolkita. Для начала Toolkit сначала выкачивает все заголовки страниц из Википедии. После того, как заголовки страниц выкачаны, Toolkit начинает выкачивать и парсить уже таблицы из HTML-кода Википедии. После того, как страницы и таблицы распарсились, Toolkit позволяет сформировать Dataset на основе заданных пользователям параметров, таких как только числовые брать таблицы или колонки, или строки, не числовые с использованием русских ячеек и так далее. Рассмотрим фичи, которыми обладает Russian Web Tables Toolkit. Во-первых, это русскоязычная кастомизация. Во-вторых, это прогресс-бар, который позволяет отслеживать состояние системы, сколько уже выкачано, сколько осталось, а также примерно оценка. Это возможность приостановления и возобновления выкачивания таблиц из Википедии. Это параллелизация, то есть возможность запуска Toolkit на нескольких компьютерах, потому что сейчас, как правило, даже один человек имеет несколько компьютеров, и было бы удобно ему, если можно было бы запустить несколько, на двух компьютерах, например, запустить Toolkit, и это бы уполовинило время выкачивания таблиц. Также Toolkit имеет возможность как парсить саму Википедию из HTML страниц таблицы, так и парсить XML дам в Википедию, уже скачанной. Помимо этого, также Toolkit имеет возможность формировать корпус по заданным пользователям параметрам. Также, как и VDC-корпус, Russian Web Tables Toolkit собирает следующие метаданные помимо таблиц. Это URL страницы, с которой были взяты таблицы, это заголовок страницы, с которой берутся таблицы, это подписи к таблицам, и контекст – это 200 слов до таблицы и 200 слов после таблицы в пределах одной секции. Помимо этого, также собирается информация о количестве строк, колонок, и являются колонки или строки численными или нет. После того, как корпус был собран, стало интересно сравнить корпус с VDC-корпусом, и поэтому был построен график. Слева представлен график распределения строк и колонок в корпусе VDC, а справа – в корпусе, который был собран из таблиц русскоязычной Википедии. Из графиков видно, что распределения примерно совпадают. Дальше нам стало интересно, что же на самом деле лежит в русскоязычной Википедии. И мы собрали некоторую статистику по корпусу, который получился. На слайде представлена такая статистика. Здесь можно увидеть полное количество страниц в Википедии, таблиц в Википедии, строк, колонок и так далее. Также можно заметить, что полное время работы Toolkit занимает порядка 70 часов на одной машине. А собранный корпус в нежатом виде весит порядка 17 гигабайт. Также представлена на слайде статистика тоже из корпуса таблиц в русскоязычной Википедии. Можно увидеть среднее количество ячеек в одной строке, ячеек в одной колонке и так далее. Также можно заметить, что количество колонок полностью русскоязычных больше, чем колонок полностью англоязычных, что неудивительно для русскоязычной Википедии. Также были определены самые страницы, которые самые богатые на таблицах, на которых больше всего таблиц. Это самое большое количество таблиц, отфильтрованное, встречается на странице прыжок в высоту лучшей спортсмены года женщины. Также мы собрали статистику по размерам таблиц, которые чаще всего встречаются на страницах Википедии, и по подписям, названиям колонок, которые чаще всего встречаются в таблицах. И самый часто встречаемый размер таблицы – это 3 на 5, который встречается порядка 41 тысячи раз. А самая популярная подпись к колонке, название колонки – это год. Однако из таблицы подписей колонок можно заметить, что на самом деле очень часто встречаются спортивные колонки. То есть это голы, команда, результат, сезон, игры. То есть в русскоязычной Википедии достаточно много спортивных таблиц, которые освещают какие-то спортивные мероприятия и результаты. В результате проделанной работы был собран первый открытый русскоязычный корпус таблиц из Википедии, а также был создан тулкит, который является легковесным, имеет полный цикл работы и позволяет создавать кастомизируемые датасеты для пользователей. В будущем мы планируем расширять датасет из открытых государственных порталов, а также мы планируем расширять функциональность тулкита, чтобы позволять, например, просматривать историчные данные страниц и оттуда брать таблицы. Ну, а также мы планируем решать задачи, которые были определены на первых слайдах. Спасибо большое за внимание. Я готов, буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Есть ли вопросы? Ваш проект открытый. Можно добавлять наши данные к вам? Или только вы добавляете? Да, наш проект открытый. На первом слайде есть ссылки на GitLab, соответственно. То есть у нас open-source проект. Как сам тулкит, так и корпус, они являются open-source. Добавлять какие-то данные, я думаю, можно поговорить, но я думаю, что это не будет какой-то проблемой. Просто нужно договориться, как это будет. Еще вопросы? Я хотел вот уточнить. Все-таки я верно понимаю, что, скажем, через месяц нужно будет вот вашу разработку перезапустить, чтобы актуализировать соответствующую статистику. Спасибо за вопрос. Да, в целом, Википедия, конечно, она меняется. То есть, ну, понятно, что там данные меняются день, каждый день там добавляются новые страницы, новые статьи какие-то. В целом, конечно, статистика вряд ли поменяется кардинально через месяц. Да, но то, что там цифры начнут уже расходиться, конечно, такое будет, потому что будут добавляться таблицы, ну, и все, конечно, вот будет так это. То есть через 10 лет, может быть, что-то и поменяется. Спасибо. Так далеко не загадываем на 10 лет. Я вот еще хотел уточнить два момента. Это все очень интересно, здорово, то, что вы рассказали, да. Вот то насчет синонимичности и опечаток. То есть, грубо говоря, кто-то называет одно и то же понятие разными словами. И, соответственно, будете ли вы учитывать это один раз или дважды, ну, или там просто в написании человек ошибается. То есть, вот насколько будет в этом смысле достоверна та статистика, которая будет получена с помощью вашей разработки. Спасибо за вопрос. Мы не учитывали опечатки прямо вот, потому что это встает вопрос просто, как их учитывать там дальше, ну, по, соответственно, каким, ну, то есть там дальше можно сравнивать, например, слова. Их можно сравнивать там по расстоянию, да, Левенштейна редакторскому, там можно их сравнивать, соответственно, статистическими какими-то методами. То есть, там считать хэши на основании min-хэш, sim-хэш. Поэтому мы не занимались пока вот исправлением опечаток. Но в будущем, думаю, можем, это будет интересно действительно поправить какие-то вот моменты, чтобы получать более, так сказать, с исправленными опечатками. Спасибо. Так, есть ли еще вопросы? Хорошо, в зале вопросов, когда кажется, нет. В чате тоже нету. Собственно говоря, от меня вопросов не будет, потому что, ну, я, кажется, что… Я не могу придумать вопрос. Да, я заинтересованное лицо, я не могу придумать вопрос, потому что я про эту работу. Не знаю, более-менее все. Хорошо, спасибо. Мы идем с опережением, и у нас две short-статьи. Следующая статья, вероятно, она будет через Zoom. «Classes of objects and relations in the common digital space of scientific knowledge». Да-да, здравствуйте. Итак, речь пойдет о едином цифровом пространстве научных знаний, в частности, о классах объектов и связей в этом пространстве. Ну, сначала хотелось бы рассказать, что такое, что из себя представляет единое цифровое пространство научных знаний. Это структурированная информационная среда, обеспечивающая формирование и хранение разнородной цифровой научной информации, бестоверность которой подтверждена научным сообществом в виде связанных данных. Также в этой среде осуществляется многоаспектный поиск визуализации и навигации по связанным ресурсам, в том числе относящимся к различным тематическим научным направлениям. И избирательное это пространство позволяет отображать избирательную информацию, ориентированную на различные группы пользователей. Научное пространство рассматривается как интегратор для научных целей государственных информационных систем с отраслевыми научными информационными системами, электронными базами данных, регистрами и так далее. Задача – объединить эти ресурсы на основе онкологического подхода и семантик-веб, в том числе в качестве информационной базы для решения задач искусственного интеллекта. Отличительной особенностью пространства научных знаний является то, что его оболочка должна обрабатывать широкий спектр запросов, необязательно содержащих термины в явном виде, присутствующих в метаданах, относящихся к конкретным объектам. Например, если требуется обработать запрос на поиск археологических находок Поволжья XIX века, то система должна быть способна выдавать описание всех археологических объектов, найденных в Ярославской и Самарской областях, также в Татарстане и так далее, за период с 1801 по 1900 годы. При этом в информации об отдельном объекте может содержаться указание только на конкретное место обнаружения, а информация о том, что данное место относится к Поволжью, вытекает из автоматического анализа связей этих археологических объектов с объектами, в данном случае географической категории, а также времени. Структура онтологии этого пространства строится как развитие Semantic Web, а элементами являются пространства, классы объектов, атрибуты, а также связи, значения атрибутов и значения связей. Информация об элементах должна храниться в справочниках и словарях. Каждый элемент имеет свое уникальное имя. И далее ведем несколько определений. Объект – это совокупность структурированной многоаспектной информации о физической сущности, о конкретном человеке, книге, музейном предмете, научном понятии, например, законе всемирного тяготения, еще какие-то конкретные научные понятия, события или научные мероприятия. Объект как понятие может рассматриваться как аналог энциклопедического слота, который также может являться объектом единого пространства. Далее, атрибуты. Атрибуты – это характеристики, присущие объекту или связи. Связи – это вид взаимоотношений между параметрами элементов научного пространства. Класс – это совокупность объектов, имеющих заданный набор атрибутов и видов связи с другими объектами. И подпространство – это совокупность классов, объединенных по определенным признакам. Также в единое пространство включены подпространство универсальное и тематическое. Универсальное содержит объекты мультидисциплинарного характера и их связи с другими объектами. К объектам мультидисциплинарного характера относятся персоны, события, единицы измерения и так далее. А тематическое пространство, например, подпространство биология, химия и так далее, содержит элементы напрямую, связанные с данным научным направлением, а также связи с элементами универсального и других тематических подпространств. Связи бывают в трех классах, относятся к одному из трех классов – это универсальные, квази-универсальные или специфические, а также могут быть простыми или составными. Простые содержат указания на субъект, объект и значения связи. Значения составных связей могут содержать вложения, иметь собственные атрибуты и их значения. Количество вложений неограниченное определяется справочником для данной связи. Связи универсального типа являются простыми и указывают только на факт отношений между элементами, а также не зависят от классов объектов, которые они связывают. Связи универсального типа бывают четырех видов, а именно эквивалентно пересекаются, содержат, входит в состав. Квази-универсальные связи связывают субъекты различных классов с объектами данного класса. Они могут быть простыми в виде ссылок на статьи в энциклопедиях, на местоположении объекта и так далее, или составными, если, например, речь идет о указании на какой-то временной интервал. Специфические связи устанавливаются между субъектами и объектами заданных классов. Например, простая связь между публикацией и организацией, которой может принимать значение автор, издательство, владелец и спонсор, ну и так далее. А составная связь между персоной и организацией, принимающая значение сотрудник, спонсор и так далее, может включать еще связь сотрудника, которая принимает значение с атрибутами дата начала работы и дата окончания работы. Далее, эквивалентность. Такая связь нужна для того, чтобы объединять различные написания фамилий, персон, сокращенные и расширенные названия организаций или географических названий, ну и так далее. Каждый объект имеет обязательные атрибуты, такие как уникальный идентификатор, наименование связи заданного вида с другими объектами и, возможно, объект имеет синонимы в предметных антологиях. Далее, связь входит в состав или является частью. Такая связь нужна для того, чтобы устанавливать ее между статьей, входящей в журнал или сборник, где географических объектов страна находится на данном континенте или город в заданной стороне, ну и так далее. Такая связь нужна для, например, определения стран, на которых находится данная пустыня или природная зона, международные организации, объединяющие несколько стран. Ну и так далее. Далее будет приведено несколько примеров специфических связей и их значений. Например, связь, публикация персона, у нее значение автор, редактор, составитель, переводчик, художник, спонсор. Например, содержится информация о персоне, это используется библиотечная терминология о нем, рецензент и другие роли. Это конкретный, например, технический редактор, корректор, ну еще какие-то, возможно, люди. В связи, публикация организации, квалификационная работа персона, вернее так, публикация организации, квалификационная работа персона. У них есть объединяющие, это авторы. Ну и отдельно уникальные какие-то, например, для организации, там, издательство, спонсор. Для квалификационной работы персона здесь должна быть связь оппонент-рецензент, для квалификационной работы организации, там, соответственно, ведущая организация. Ну, здесь, похоже, также приведены связи, в общем, для связей, связывающих персоны с чем-то еще, обязательно есть автор. Но вот, например, если посмотреть связь музейный предмет, персона, то кроме, там, автора-изготовителя, для, естественно, научных коллекций, кожды рядом бывает, важно, важно понятие автор сбора, источник поступления, реставратор. Если музейный предмет организация, то здесь бывает, например, даритель, кто подарил, конкретная организация, если была передана из другой организации, ну и так далее. Дальше. Универсальное пространство содержит такие предметные классы, как персоны, публикации, квалификационные работы, документы, мультимедийные материалы, а именно фотографии, кино, кино, видео и аудио материалы, 3D-модели, музейные предметы, события, организации, полиатематические базы данных, награды, а также вспомогательные классы. К ним относятся форматы данных, научные направления, общенаучные тезаурусы, группы персон, местоположения, временные характеристики, единицы измерений, числовые значения, имеется в виду числа, которые встречаются в описаниях объектов, языки и коллекции. При формировании тематического пространства в любом научном направлении должны быть выделены также такие классы, как основные разделы науки, законы, приборные базы оборудования. О последнем классе хотелось бы отдельно отметить, что он актуален для естественных наук, потому как, например, для астрономии важно, на каком оборудовании проводится наблюдение, и, например, местоположение телескопа. То есть конкретный телескоп, вот оборудование, находится, у него будет связь, географический объект, то есть он, например, связан не только с организацией, которая его произвела или которая им владеет, а также, например, место, географическое, физическое место, где он расположен. А для математики или гуманитарных наук класс «Приборная база» не очень важен. Далее. В каждом тематическом подпространстве можно выделить классы аналогично универсальным, описываемые по общим правилам, но имеющие отношение сугубо к данному тематическому направлению. Класс «Предметный тезаурус» будет описывать подробную специфику данной науки и иметь связи с универсальным классом тезауруса. Единство научного пространства обусловлено одинаковыми правилами представления атрибутов и связей, а специфика определяется атрибутами и связями объектов конкретного подпространства. Для каждого объекта устанавливаются универсальные специфичные связи с другими объектами данного пространства, других подпространств, а также с объектами универсальных классов. Например, для естественно-научных объектов это могут быть связи с персонами вида «открыл, описал, вычислил». С публикациями эти связи могут быть впервые опубликованы или представлены на уровне учебника для средней школы, высшей школы или просто научно-популярной литературы. Далее. Географические объекты, как универсальный класс, содержат общую информацию об объекте, но не детализированные с точки зрения географии, а позволяющие определить местоположение с различной точностью, например, от материка и до конкретных координат. Целью выделения этого универсального класса является обработка обобщенных запросов типа археологические раскопки в Перу, Гербарии, Алтая или Камчатки, астрономические наблюдения, проводимые в Чили. При том, что в описании объекта археологических находок, когда это понятие вводится в базу, будет указано конкретное место. То есть Мачу-Пикчу, остров Пасхи с гербариями Биск или Петропавловск или пустыня Атакам. При проектировании тематических подпространств по тому или иному научному направлению необходимо двигаться по пути выделения классов объектов и их атрибутов, а также становление возможностей специфических связей между объектами данного класса и с объектами других подпространств. Результатом этого проектирования должна быть совокупность справочников, атрибутов и связей, которые в процессе загрузки контента подпространства должны служить основой для формирования словарей объектов и связей. Эти последние могут быть загружены в какую-нибудь базу данных, обеспечивающую поиск и навигацию по связным ресурсам. И в заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время в Межведомственном суперкомпьютерном центре Академии наук ведутся работы по моделированию элементов единого цифрового пространства научных знаний с использованием опыта создания и развития электронной библиотеки в научном наследии России. Ну вот в тестовом варианте это выглядит так, как показано на этом рисунке. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас есть время для вопросов. Сергей. Спасибо. Правильно ли я понимаю, там было упоминание про связанные данные. Это вот linked open data? Да. Так, тогда значит ли это, что все знания, которые у вас там было перечислено некоторое количество источников, что все эти знания должны быть в РДФ представлены? Ну, скорее, да. Так, скорее. Ну, то есть и вы рассказывали на самом деле о, ну вот, там, да, о классах, об атрибутах, о дополнительных связях. Тогда, значит, если данные в РДФ, тогда вот эти дополнительные связи как-то должны быть выражены, ну, тоже там в РДФ схема или в АВЛе. Вот это сделано или это будет делаться, или как это планируется делать? Здесь должен присутствовать один из авторов. Николай Евгеньевич Каленов, вы здесь? Так, видимо, не слышал. Можно еще раз вопрос? Нет, ну, вопрос такой, значит, если вы говорите о связанных данных, то первый мой тезис был, что, наверное, тогда все данные должны быть представлены в РДФ, ну, как вот в мире делается, так? Ну, да, да. Тогда, с другой стороны, вы говорите о некоторых классификаторах, там, о классах, об их атрибутах, о видах, о новых видах связей. Ну, значит, это все нужно описывать, это фактически схема. Да, конечно. Вот, ну, так схему, тогда схему РДФ данных нужно описывать тоже в чем-то. Наверное, это РДФ схема или это АУ, да, ну, язык описания антологий. Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос сейчас, на этот вопрос точно может ответить Николай Евгеньевич, видимо, что-то с… Коллеги, извините, ну, ответ, конечно же, положительный. Все, о чем коллега докладывала, это входит в стандарт, извините, РДФ-С. Ну, конечно, положительный ответ должен быть ваш. А, РДФ-С, а, замечательно. Конечно, РДФ-С все это покрывает, что мы сейчас слышали 20 минут. Извините, что вмешался. Спасибо. Нет, нет, понятно, я просто имею в виду, что эта схема-то уже готова, вот ее можно увидеть там с описанием для вот того, что вы там концептуально сейчас рассказали, или… Можно я вмешаюсь? Да. Да, я тоже являюсь, так сказать, автором этой работы, Сотников Александр Николаевич. И вот я хочу сказать, да, в данный момент, конечно, мы просто проводим некие эксперименты с моделированием, поэтому как бы полного описания нет, но вот мы сейчас выбираем, так сказать, некие варианты, как это все сделать удобно. Некие фрагменты, которые у нас, ну, всегда для таких экспериментов необходимы данные, с которыми мы можем работать, к которым мы имеем доступ, к которым мы там структуру их понимаем и так далее. Ну, вот мы используем в этой работе сейчас на первом этапе вот информационные ресурсы, которые сосредоточены в электронной библиотеке научной населения России, там как раз представлены и книги, и некие музейные объекты, и мультимедиа и так далее. И вот у нас, на самом деле, возникло достаточно много вопросов, которые мы пока еще не знаем на них ответы, но мы намерены двигаться в этом направлении. То есть, вообще говоря, это пока представляется некая концепция. Тогда вопрос еще вот какой. Ну, значит, хорошо, по поводу реализации, понятно, там продвижение, все дело впереди. А, значит, а по поводу родственных работ? Ну, вот смотрите, представление знаний, ну, наверное, весь мир занимается представлением знаний давно, и антологиям тоже уже сколько лет, и наверняка существует масса антологий уже готовых для представления знаний. Вот в рамках вашей работы какой-то анализ проводился, сравнение того, может быть, можно просто повторно использовать существующие антологии? Ну, вот такого рода вопрос. Да, спасибо за вопрос. Да, конечно, проводился. То, что имеется на сегодняшний день, такой единой платформы, которая бы связывала разнородную информацию, позволяла бы осуществлять связи, вот обрабатывать запросы, выдавать научную информацию по заданным критериям, вот в том виде, в каком хотим это представлять мы. В явном виде вот именно такого нету. Все имеющиеся библиотеки, ну, в основном это электронные библиотеки, именно вот портала знаний как такового нету, но имеющиеся электронные библиотеки в той или иной форме, да, обрабатывают запросы, выдают библиографическое описание или полные тексты каких-то статей, возможно, из энциклопедий или целиком. Полнотекстовые какие-то издания, но полностью вот запрос, связанный, допустим, по археологическим раскопкам там какого-то региона, например, чтобы выдавалось по этому запросу и с заданными временными значениями, и не только литература, но и, допустим, какие-то музейные предметы, которые хранятся в разных музеях, такого нет? Хорошо. Тогда я предлагаю поблагодарить докладчика и перейти к следующему. Следующий доклад, тоже короткая статья, называется «On the issue of optimum machine learning methods for filling and updating problem-oriented graphs of nuclear knowledge». Авторы Виктор Тельнов и Юрий Коровин. И, как я понимаю, докладывать будет Виктор Тельнов тоже удаленно. Виктор Тельнов, да, здесь я онлайн, рад приветствовать уважаемых коллег. Так, вы не расшарили экран с презентацией, или его не видно? Я еще пока не включал, сейчас включаю презентацию. Я включил показ, видно, да, у всех? Да. Тогда, с вашего позволения, я начну. Да, конечно. Итак, еще раз, Тельнов Виктор Петрович, я представляю Национальный ядерный университет МИХИ, город Обнинск. Работа, о которой я сейчас вкратце, не злоупотребляя вашим временем, вниманием, вкратце доложу вам, имею такую приятную возможность. Она имеет больше практическую направленность, поэтому я покажу некоторые практические аспекты и расскажу о всех направлениях исследований, которыми мы занимаемся на все моменты, в этом году. Тема, если узко ее формулировать, это методы машинного обучения, которые мы пытаемся от них выявить оптимальные методы. С целью их использовать для наполнения и актуализации графов ядерных знаний. Ядерных, значит, в том смысле, что в интересах ядерной энергетики, ядерной физики, атомной безопасности и тому подобных вещей – это профиль нашего вуза. Если говорить более широко, то тема, которой мы занимаемся, значит, она в более широком звучании звучит как технология интеграции проблемно-ориентированных баз знаний с использованием как раз методов машинного обучения и на основе, безусловно, стандартов семантического веба. Вот практическое воплощение. У нас имеется две базы знаний. Каждый здесь включает по семь графов знаний. Их рабочие адреса, значит, можно все опробовать и кое-что я покажу. Итак, с вашего позволения я приступлю к обзору и чуть более детальному расскажу. Если говорить о интеграции наших онтологий, наших графов знаний с внешними источниками, то большое разнообразие таких и таковых внешних источников имеется. Наиболее популярные из них вот выделены. Хорошо, если внешний источник, есть сами семантизированные данные, формат РДФ, РДФ, СОУ, ОУ, такие как Викид, извините, Викидейта, Дебипедия и тому подобное. Таких просто лот, открытые, связанные данные. Тогда это, что называется, есть хорошо, и работать практически не приходится с такими данными, никакой дополнительной работы. Огромное количество данных хранится в реверционных базах данных. Великое подножество диалектов языка SQL, приходится SQL-запросы генерировать и добираться до этих данных для включения их в онтологию. Скажем, бесшовным образом. Сетевые форматы данных популярны. XML, HTML, JSON или JSON, говорят. И так, и так. Большую популярность приобретает графовая база данных. Ну, древнейшие, наиболее популярные из них, вот Neo4j, был уже доклад или будет на этой конференции по этой графовой базе данных. Там свой язык, Cypher и другие языки. Ну и, наконец, слабо и вообще не структурированные внешние данные в виде просто полнотехных документов. Все это внешние источники, которые желательно включать в нашу онтологию таким образом, чтобы, как чуть позже покажу, наш РДФ-браузер, бесшовно по ним проходил, как будто они есть, есть и монетная часть онтологии. Над этим мы работаем. Вот в области ядерных знаний. Это семь графов знаний, которые так или иначе используются в учебном процессе в нашем ВУЗе. Это данные мировых центров ядерных данных, всякие фотохимические, фотоядерные эксперименты, публикации знаменитого ускорителя в ЦЕРНе данных экспериментов, базы данных сервиса МАГАТЭ, учебные курсы физического факультета МГУ и МИФИ. Это два ведущих вуза, которых преподается ядерная физика и смертная дисциплина. Российский ядерно-исследовательский центр, ну и журналы по ядерной физике. Объединенный граф знаний. А другая группа графов знаний связана тоже с науками, которые много десятков лет интенсивно преподаются в нашем ВУЗе. Мы сами разрабатываем эти учебные курсы. Отсюда вот название технологии программирования, облачный сервис, объектно-ориентирование и так далее. Не буду останавливаться. Вот соответствующий вход, точка входа в базу знаний. Просто картинка, это рабочая форма, через которую можно попасть, например, в нашу базу данных по компьютеру на дисциплину. Вот, собственно, и причислены графы знаний, нажав на которые, можно погрузиться в любой узел, начать путешествие по нему. Я быстро пойду. Сами графы действительно выглядят как графы, вот таким вот примерно образом. Браузер RDF позволяет путешествовать по ним, раскрывая лепестки. Видны и метаданные, с помощью которых можно добраться до полнотекстовых документов. Так вот, здесь как раз пример выхода за пределы нашей онтологии. То есть, такая вот виртуальная интеграция нашей онтологии, нашего графа знаний. В данном случае, с дебипедией, это, собственно говоря, федерирование графа знаний, можно так сказать. Вот, собственно, отношение Wikipage, Wikiling ведет нас к узлу, который уже не относится к нашему графу знаний, не описан нашей онтологии, он находится в дебипедии. И дальше, вот еще другой дебипедией, как раз стандарты семантического веба и сам семантический веб. И дальше, начав путешествие вот из этой точки, либо из этой, мы будем путешествовать уже по дебипедии с помощью нашего браузера, а не по нашей онтологии. Вот выход в внешний мир, пример такой виртуальной интеграции. Другой пример виртуальной интеграции, это уже графы знаний, связанные с программированием. Вот курс семантического веба преподается в нашем ВУЗе, в Массачусетском институте технологии, есть родственный курс, называется немножко иначе. Вот по нашему графу знаний можно выйти за пределы наших учебных курсов и в другом университете, в другом континенте поинтересоваться, а там открытое большое количество учебных курсов. Хотя они не семантизированы, а в виде списков на сайте присутствуют, но мы можем с помощью нашего графа знаний, таким образом их отписав, добраться до них и добраться в том числе до них метод данных. Наглядным образом. Итак, вернусь к задаче обогащения и актуализации наших графов знаний. Для этого мы сейчас вернусь и к ним, и к методу машинного обучения, который мы исследовали. Для того, чтобы просто были данные, с которыми мы будем обогащать наши графы знаний, у нас работает специальный агент, контекстно-зависимый поиск. Вот через поисковые машины популярные работы, и в том числе работает машина Яндекс, Яха, Майл.ру. Разные форматы поиска. Примерно в таком виде, в привычном, как раз сниппеты и выдаются. Эти сниппеты затем можно выбрать и на панельке нашей семантической классификации и аннотирования, и включить сюда для классификации семантического аннотирования. Некоторые из них просто перетащили. После чего можно найти и место в нашей антологии. Либо выполнив процедуру семантического аннотирования, то есть найти наиболее близкие объекты, либо найти подходящий класс или классы, то есть выполнив процедуру классификации. Ну, значит, те или иные опции, какие графы будем использовать, все это задается в такой панельке, настройке. Я не буду столкнуться подробно. Только мы используем технологии. Простая технология, связанная с простым текстом анализом, метрики Элевенштейна используется. Она для семантического аннотирования более подходящая. Для вопроса классификации методы машинного обучения более адекватные. То есть выбрав нужную технологию, мы займемся либо аннотированием, либо классификацией. Мы получим на выходе нечто подобное. Вот результат семантического аннотирования вот этого документа сетевого. Вот наиболее близкие его аналоги, найденные в данном случае объекты для аннотирования. А могли бы здесь оказаться и классы, если бы мы заказали не аннотирование, а семантическая классификация. Я просто показал эти внешние формы. Все это можно попробовать по сетевому адресу, который я привел в этой обненскрую либо S, либо X. Алгоритмы классификации, которые подошли бы для наших целей, которые целесообразно использовать. Ну, как бы два класса алгоритмов существует в машинного обучения сегодняшний день. Продвинутые для многослойных нейронных сетей, так называемого алгоритма глубокого обучения. И, в общем-то, классические, простые алгоритмы, с которых мы и начали. Это классификаторы, так называемые softmax, модели максимальной энтропии, на основе метода опорных векторов. Супорт вектор с машин. Классификаторы на основе наивных бейсовских классификаторов. Это модель мешка слов. И два более продвинутых подхода. Ну, один более продвинутый, о котором сегодня как раз доклад и был. На основе терминологических деревьев решений. Более продвинутый метод. Ну, использовали их от ближайших соседей. Работали над всеми, но первые три уже исследовали. И хотел бы вас познакомить с результатами. Вот на семи графах знаний, ядерных знаний, ядерных, мы исследовали три классификатора. Взяли простые, с них начали. Наивный бейсовский, максимальная энтропия, softmax и метод опорных векторов. Ну, как известно, две метрики базовые, присвиженный рекол используется и гармоническая, так называемая, метрика F1. Так вот, эти данные, полученные, скажем, наивным бейсовским классификатором, если взять здесь среднее значение, вот на наших сравнительно небольших объемах корпусов текстов, эти значения, в общем-то, соизмеримы с значениями, которые выдают классификаторы на основе глубокого машинного обучения. Там 95 будет точность, в нашем случае тоже такие цифры могут быть достигнуты чуть ниже. Также хороший результат дает классификатор на основе метод опорных векторов и на основе, значит, на основе энтропийных подходов несколько хуже результаты. Ну, поскольку, как видите, много показателей, много метрик, много вычислит экспериментов проводили. Можно в виде брусков визуализировать эти данные, там, где, условно говоря, бруски будут толще, значит, те вроде как бы и лучше классифицируют. Но на самом деле мы применяли принцип оптимальности попарета, как наиболее продвинутый, универсальный метод. Если использовать только метрику F1, значит, то лидером становится классификатор метод опорных векторов. Вот у него показатели доминировали самые маленькие. Если престижно-рекол использовать эти два показателя, а F1 призвольный от этих двух как раз, то лидер выбивается как раз наивный байсовский мешок слов статистически независимых в такой подход. И, наконец, если все три используют метрики популярные, значит, для такого рода статистических экспериментов, то опять лидером становится SVM и наивный байс. Что говорит о том, что, в общем-то, при точности соизмеримой с методами глубокого обучения, такие классические, простые методы вполне применимы для решения наших задач. И мы, значит, собираемся опираться у вас на такого рода методы. Дальше уже подбираясь, собственно, к концу, я же обещал не злопотреблять ваше внимание, это показывает укропленная архитектура нашего веб-портала, который включает в себя семантические репозитории на облачном хранилище. Репозитория находится, в данном случае, уже в России, уже мы эмигрировали с облачных репозиториев, находящихся на Западе. RDF-браузер работает на серверной стороне и агенты для семантического нотирования, для семантической классификации. Вот как раз эти методы включаются для контекстно-чувствительного поиска через поисковую машину Яндекс, Яха, Google не задействуем, чтобы с ним не связываться. Майл.ру через прокси-сервер работаем. Такова архитектура. И, в принципе, не останавливаясь на подробностях, хочу подчеркнуть и повторить, что наша работа имеет в основном практический аспект. Мы наши антологии, наши графы знаний, наши базы знаний делаем для студентов, в первую очередь в вузах, но ими могут пользоваться, безусловно, и любые специалисты в области компьютерных наук, и ядерной физики, эксперты, исследователи и так далее. Если кратко, наверное, вот бегом я рассказал и готов, теперь надо отвечать на ваши вопросы. Спасибо. Так, есть ли вопросы? Сергей, давайте. Если никого нет, значит, я готов спрашивать. Правильно ли я понимаю, что, ну да, вы упомянули, что у вас, значит, у работы действительно практическая направленность, то есть, ну, просто вот, нужно для каких-то целей использовать, ну, такие не очень сложные методы машинного обучения, там, для классификации, там, ваших знаний, так? Они работают быстро и эффективно, вот такой принцип. Да-да-да, я понимаю, ну, вот у вас были там перечислены некоторые количество методов, с которыми вы упражнялись, так? Ну, то есть, вы это, ну, какие-то использовали там стандартные библиотеки? Деревья решений и N соседи еще не исследовали до конца, ну, собираемся. Да-да-да, я понимаю, ну, то есть, вы по отдельности эти модели там запускали, да? Да, конечно, гоняли на наших корпусах текстов, поедали сюда. Вот, а вопрос такой, а вы использовали или, может быть, какие-то методы автоматизации подбора параметров в машинном обучении, например, AutoML? То есть, если вам не критично… Понял, понял ваш вопрос, да, понял. Нет, до этого не дошли, но за подсказку спасибо. За подсказку спасибо. Хорошо, еще вопросы. Тогда от меня будет небольшой вопрос. Соответственно, даже, наверное, два. Во-первых, вот смотрите, вы построили какую-то информационную систему для пользователей. У нее есть наполнение. Каков там размер базы и в чем он измеряется? В тройках или… Нет, ну, все, конечно, по стандарту РДФ. Безусловно, все добавят реплетов. Язык ОВЛ. Все антологии, значит, аккуратно описаны. И в стилизованном формате можно их посмотреть в качестве приложения к нашей статье. Так, размер вы спросили, значит, отвечаю. Значит, вот давайте я быстренько пролистну, чтобы предметно, предметно был ответ. Да, вот, значит, любой из этих графов знаний, ну, в данном случае по программированию, скажем, технологии программирования, он покрывает одно или двухсеместровый учебный курс со всеми, со всеми материалами учебными, лекциями, учебниками и все прочее. Таких документов накапливается, ну, не менее тысячи количества, не менее тысячи. В антологии появляется классов не менее сотни. Антология, причем, построена близкая, вот как учебно-методический комплекс строится в Узовске. Вот так вот. Самих объектов не менее тысячи. И каждый из этих графов, ну, в общем, небольшой это граф, да, но их вот много. Каждый примерно по одному предмету, который семестре-два преподается. Такой принцип разбиения. Что касается физики, то публикации ЦРД это побольше, МАГАТЭ побольше, а мировые центры ядерных данных, как раз там данных немного, хотя они весьма насыщенные. Вот по объему я ответил. Сотни классов и до тысячи объектов в каждом графе. Это небольшие, в общем-то, да, графы. Спасибо. А на каком движке это все крутится? Так, движок, значит, на сервере работает джена, эпэтч джена, для работы с антологиями, отработки спирт-куэль запросов. Очень много делается на стороне клиента. Вот, собственно, рдф-браузер, он весь закачивается, работает на стороне клиента, потому что там векторная графика. Сами писали. А на сервере джена. Понятно. Еще такой вопрос про экспериментальную часть. Соответственно, там был слайд с результатами, пресижен, рекол. А каков был размер базы? Каков был размер тест и трейн корпуса? На чем тренировались? А, значит, понял, да. Значит, весь корпус разбивался на три части, на двух обучается, а третий, значит, для тестирования. Ну, и так, скользящим методом. Cross-value. Разбиваем на три части весь корпус текста. Вот эту базу данных берем, мировой центр ядерных данных. Разбиваем на три части, ну, приблизительно на три части, да. Две из них – это обучающие, третье – тестирование. Потом они меняются ролями так три раза, и, значит, среднее значение появляется здесь. Cross-validation процесс называется он известным. Понятно. А размер какой был? Ну, я же говорю, каждый граф знания – это около тысячи объектов и около сотни классов. Каждый из этих вот графов знания – их здесь семь. Понятно. Который интегрейтен, он поболее, ну, поболее раза в три, пожалуй. Хорошо, понятно. Спасибо. Так, сейчас я посмотрю, нет ли из чата вопросов. Нету. Тогда время, на самом деле, полно. Ну, готовы еще побеседовать, если будут вопросы заинтересованы лучше. Так, у меня один небольшой вопрос и одно замечание. Вот вы упоминали пару раз там виртуальную интеграцию. Виртуальную, да. Когда реальные данные не консолидируются, остаются на своем месте. Я понимаю, то есть это обеспечивается за счет чего? Что у вас просто в вашем графе знаний есть ссылка на внешний граф знаний? Появляются новые триплеты, новые триплеты появляются. Сейчас, еще раз, значит, смотрите, появляются в вашей базе новые триплеты? Смотрите, если данные мы добавляем, интегрируем с базой данных, которая не семантизирована, да, то да, мы у себя добавляем новый триплет со ссылками на полотекстовые документы и так далее. Если, значит, это, как и привел пример дебипедии, данные добавляем уже семантизированные, то просто ссылка на тот триплет, который в другом графе находится. Такой простой подход. То есть я верно понял, что там ссылка на внешний граф. Да, если данные внешние семантизированы, уже зачем второй раз заводить? Так, и вы просто в браузере показываете внешний граф, так? Да, хотя внешне все это происходит как вот бесшовным образом. Пользователь не замечает, что он перешел уже давным-давно в другой граф. А, все понятно. Хорошо, спасибо. Так, ну и одно просто мое маленькое замечание. Вот это может быть даже не к вам, а к авторам предыдущей работы. Что вот ваша работа является... Вот я спрашивал у авторов предыдущей работы, какие есть родственные работы в мире. Так ваша работа, кажется, что является родственной. На нее тоже можно посмотреть. Ну, вы знаете, коллеги, позвольте, да, на ваше замечание. Спасибо за него. В этом году, в 2022, вышло немало, как минимум, три современных и больших обзора англоязычных по графам знаний, по базам знаний. Они в англоязычных таких вот рейтинговых журналах появились. Ну, к нашему удовольствию мы там упоминаемся, как действующая база знаний. Поскольку уже пять лет этим занимаемся, значит, и были публикации там у нас на Западе. Что касается предыдущей работы, ну, конечно, хотелось бы ее видеть доведенной до конца, тогда вы будете с удовольствием ее приветствовать, как практически значимую. У меня все. Хорошо, спасибо. Тогда у нас есть еще несколько. Не появились ли вопросы? В чате тоже не появились. Тогда я предлагаю поблагодарить докладчика и закончить секцию нашу. Благодарю вас, коллеги, за проявленный интерес. Всего доброго. Спасибо. Тогда секция объявляется закрытой. Спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok